Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу извиниться за длительный перерыв. Очень сильно занят был издательством книги. Занимает очень много времени. Сейчас, как я уже писал, вторая книга в типографии, работаю над третьей. Для второй книги я изготавливал нимфу для ловли карповых. И с расчетом того, что, как говорится, она еще не в печати книжка была, я не мог выкладывать и делать вам соответствующее видео. А сейчас уже, пожалуйста, поделюсь с вами достаточно хорошей, спокойной, в работе, простой и уловистой приманки. Для этого нам понадобится, как всегда, минимум материалов. Изготавливать мы ее будем или же из вот таких резиночек, или из вот таких. Есть в наборах один к одному, я уже вам показывал. И нам понадобится с вами соответствующая бусинка, соответствующая диаметра веса под наш крючок. Учитывая то, что карп, рыба достаточно крепкая, я буду использовать вот крючок номер 8. Это не реклама, можно граб-шримп или чисто карповый крючок брать такого класса и спокойненько изготавливать. Что еще нам понадобится? Немножко для удобства нам понадобится с вами вот вазелин, чтобы можно было потом без проблем снять нашу заготовочку. Так как резина, силикон достаточно крепко сцепляется. Слегка, без фанатизма нанесли. Нить я буду вязать флюоресцентная, оранжевого такого цвета. Можете любой, близкая, которая к тону. Мы с вами будем создавать соответствующие ребрышки нашей приманки. В основном она будет имитировать у нас, убираем, имитировать будут у нас и мотыля, и кусочка червя, чего угодно. Длинный хвост я не советую делать, так как по проверкам моим было достаточно много холостых поклевок. Учитывая величину крючка, я беру, давайте вот так, чтобы потом уже было нам понятно в самой работе, в четверо складываю нашу резинку приблизительно общей длины порядка 5 сантиметров, чтобы она выходила. Больше не надо. Ну и опять же, я не люблю, когда без толку просто выбрасывается материал, из которого можно изготовить еще будет приманочку. Вот я беру вот так, уже 4 здесь резинки. Ничего сперва не предпринимаем. Только вот захватим вот все 4 в одной точке, как вы видите, все проскальзывает. Очень аккуратненько удерживаем и ниткой, и всем 5, 6, 8 раз на тяжечку подровняли. Теперь что нам нужно? Теперь, друзья мои, для того, чтобы более красиво у нас получалось, мы должны две пряди отвести в одну сторону, две пряди в другую. И в процессе последующей намотки, наблюдайте внимательно, я поднимаю одну из прядей, завожу и одну и вторую пропускаю под низ. Так как мы изготавливали из ПВХ, или же из пинки, тело наших личинок из трикоз. Приблизительно выбираю, ну, сколько мне нужно моего сегмента. Приблизительно пару миллиметров, больше я не делаю. И в этом месте, опять же, без лишнего фанатизма, но в натяжку делаем 7-8 оборотов. Вот у нас уже образуется вот такой шарик, который должен оставаться. И повторяем эту нашу операцию по изготовлению наших шариков. Так, чтобы у нас их вышло штук 5. Опять, вот, теперь опять держим в натяжечку с одной и с другой стороны. И опять, они потом у нас подравняются. Главное, чтобы между собой они не перекручивались. Вот мы с вами провязали 4, сделали сегмента. И теперь нам нужно с вами немножечко аккуратненько всю нашу конструкцию попытаться снять. Протянуть немножечко назад. Вот так. То, что она немножко у нас неровная, это не страшно, потому что все это у нас потом подравняется. Освободили место. Теперь нам нужно с вами вот приблизительно сделать пару шариков, так, чтобы они были несколько, вернее, один шарик, чтобы он был несколько крупнее, чтобы мы могли нашу бусинку прикрыть. Переставляем ее, и уже в два раза больше я беру расстояние. Вот приблизительно вот так промотали. Теперь остается нам буквально на оставшихся вот этих кусочках сделать 3-4 сегмента. Эту нимфу изготавливать можно и на... Из синели, ну, учитывая то, что в синели не всегда можно найти такую подходящую, в домашних условиях можно легче найти вот у нас вот такое подобие. Есть. Теперь смотрите. Я специально пока ничего не отрезаю, так как мы потом еще на крючке с вами сделаем буквально вот один сегмент. Или не будем делать. Это все у нас покажет монтаж нашего крючка. Делаем завершающий узел. Снимаем все. И подготавливаем крючок с бусинкой. Латунной, вольфрамовой. Это уже, друзья, как вы выберете под себя. Вот мы с вами установили крючок. Я установил бусинку где-то порядка... Так как бы не 5 миллиметров в диаметре. И свинцовой проволокой, вы видите, вот 3-4 оборота я сделал, чтобы создать такую своего рода подложку и выровнять нашу латунную бусинку, шарик. Если есть вольфрамовый, такого блестящего цвета, это даже еще лучше. Клей для поклейки я использую, как всегда, один и тот же. Гилевый. Что мы делаем? Мы должны теперь с вами выбрать, как у нас будет находиться наша уже окончательно готовая нимфа. Вот как вы видите, шарик упал. Вот этого будет приблизительно достаточно. Поэтому почти по центру я наношу буквально кусочек, немножко клея и делаю вот такую операцию. Сдвигаю все вовнутрь. Стараемся не порушить. И на немножко, пока наш клей подхватится, надо подождать. Теперь подровняем немного, чтобы свинец у нас сильно здесь не выступал. Нанесем клей и сделаем здесь, пока оно будет сохнуть, нашей вот ниткой обмотку оранжевой. Так как весь крепеж у нас будет идти уже оранжевым цветом, чтобы свинец у нас сильно не проявлялся. Без фанатизма можно и белой подложку сделать, а потом уже оранжевой. Как вам будет, друзья, удобно? Это не принципиально. Главное, чтобы мы хорошо закрыли следы установки нашего свинца. Шарик у нас должен быть открытым. Он только лишь у нас будет прикрыт немножко тела. Вот. Дальше клей наш уже подхватился. Теперь, что я не рассказывал вам. Вот я, видите, на перодержателе держу за ниточку. Я на место крепления наших узелков нанес лак. Лак я использую вот такой, который у меня имеется. Вы, пожалуйста, можете использовать любой, который у вас имеется в наличии. Теперь мы с вами примеряем длину, которая должна у нас остаться нашего готового изделия. Скажу вам сразу, не делайте большой и длинный хвостик. От этого будут потом возникать проблемы. Немножечко закрепим и, значит, так как мы должны закрыть шарик, вот я беру то место, где мы с вами крепили под шарик, оставляли. Вот кусочек мы потом еще оккультурим, это будет несложно. Закрепили. Теперь, что нам нужно? Вот, смотрите, чтобы было более симпатично, я опять так же, почему мы делали больше расстояния, беру, перевожу ближе к шарику, подтягиваю, но я уже не создаю огибание. Нам оно не нужно, потому что шарик нам желательно, чтобы был открыт. Даже можно немножко его подтянуть руками. Придерживаем ноготком, утягивает. И вот так, да. Отлично. Левой, правой, как вам будет удобно. Пару-тройку оборотов, если, допустим, вы планируете более серьезные такие рыбалки, то желательно, конечно, посильнее. Потом мы нанесем обязательно немного лака. Теперь я перевожу нить вперед, обязательно хорошо промотаем. И опять же, в натяжку крепим вот ту вторую часть, широкую, которая у нас была. Вот, приблизительно, где-то вот так должно у нас получиться. Переводим немножечко нить вперед. И теперь крепим уже ближе к колечку окончательно. Вот наш вот такой небольшой хвостик этот. И теперь делаем завершающий узел. Аккуратно, как я говорю, без фанатизма, без натяжки. И мы должны с вами обрезать вот все вот эти вот кончики, которые у нас имеются. Вот, друзья мои, попробую как-то вам, чтобы меньше было засветок. Вот так, наверное. Видно, я закрепил. И у нас, как вы видите, имеет вот такую форму. Крючок будет идти у нас вот так. Поэтому проблем с зацепами у нас не будет. Длины вполне достаточно. Ну, вот, как вы видите, наши 4 сантиметра мы здесь уложили. 5-6, но не больше. Если мы будем вот так огибать крючок, вы сами понимаете, будет некрасиво. Можно завернуть за колечко, как угодно. Колечко нормально видно, все везде ставится. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.